Великой Отечественной войны По праву считается Як-3 Но Красная Армия Этот самолет не заказывала Как же он завоевал место под солнцем Об этом в очередном фильме Оружие Один из лучших советских истребителей Як-1 был запущен В серийное производство еще в сентябре 1940 года Эта машина обладала неплохим конструкционным резервом Благодаря чему Неоднократно модернизировалась С учетом опыта воздушных боев С самолетами Люфтваффе Полученного в первые месяцы Великой Отечественной войны Однако практика показывала Что любое улучшение тактико-технических И боевых характеристик машины Вело к увеличению ее массы Что в свою очередь Оборачивалось снижением маневренных И скоростных показателей Типичным примером такой диспропорции Является истребитель Мистер Шмидт БФ-109 Один из лучших самолетов Третьего рейха Создав хороший планер В дальнейшем немецкие авиаконструкторы Улучшали его качество Лишь за счет утяжеления конструкции Устанавливали более мощный мотор Более мощное вооружение И так далее В результате К началу Сталинградской битвы Масса модернизированного Мистер Шмидт БФ-109 Возросла на несколько сот килограммов Что было очень существенно Для истребителей того времени В результате самолет исчерпал Предел своих возможностей Эта проблема Очень серьезно волновала Александра Сергеевича Яковлева Машины которого Составляли львиную долю Истребительного парка Советских ВВС В своих дневниках Он неоднократно возвращался К мысли создания боевого самолета В котором мощное вооружение Скорость и дальность полета Сочетались бы С еще одним Сверхважным качеством Самолета-истребителя Высокой маневренностью До определенного момента Развитие любого Из вышеперечисленных качеств Шло в ущерб другим Казалось, что Решить эту проблему Просто невозможно Но не для Яковлева В декабре 1942 года Яковлев собрал у себя В кабинете Конструкторов и инженеров И изложил им Основные черты Которые видел В образе будущей машины Выступление Главного конструктора Выглядело столь Обоснованным и убедительным Что у его коллег Не возникло даже Тени сомнений В возможности Воплощения идей Александра Сергеевича В жизнь Работы над созданием Нового Сверхлегкого истребителя Александр Сергеевич Яковлев Начал по собственной Инициативе Это значит, что Государственного заказа Не существовало А следовательно Не было ни технического Задания Ни жестких сроков Реализации проекта В творческом плане Это дало полную Свободу действий Инженерам и конструкторам Как показывает опыт Именно в таких ситуациях Вооруженные силы Получают не просто Удачные А без преувеличения Эталонные образцы Боевой техники Как отмечал сам Яковлев Разработка машины Шла по принципу Максимальной весовой отдачи При минимальных Геометрических размерах За основу взяли Истребитель Як-1 Была проведена Тщательнейшая ревизия Деталей самолета На предмет уменьшения Их веса Без ущерба Для прочности Конструкции Будущей машины Борьба за разумное Уменьшение массы Отдельных деталей И целых агрегатов Стала определяющим моментом Всей работы Над новым истребителем По сравнению Со своим прототипом Истребителем Як-1 На опытном образце Уменьшили площадь крыла Тяжелые лонжероны крыла Выполненные из дерева Заменили легкими Дюралюминиевыми Многочисленные модели Самолета Подолгу исследовались В аэродинамических трубах ЦАГи Был проведен Большой комплекс работ По сглаживанию Контуров выступающих деталей Улучшена обтекаемость Фонаря кабины пилотов Одним словом Аэродинамика Новой машины Была улучшена Очень серьезно У нас действительно была Большая проблема С новыми моторами А создать тем не менее Самолет истребитель Который превосходил Самолеты противника В основных Летных характеристиках И вот такие неординарные Меры были приняты Как максимальное снижение Веса конструкции Уменьшение площади крыла Существенное улучшение Аэродинамических характеристик Да, эта работа длилась Довольно долго Но результат оказался Потрясающим Все эти мероприятия Позволили достигнуть Уже на опытных образцах Машины Скорость полета Большую, чем На Як-1 И это При том, что Вооружение Стало более мощным А двигатель Остался прежним Таким образом Маневренность И скорость самолета Значительно возросли А его масса Существенно уменьшилась Як-3 Свободно несущий Низкоплан Смешанной конструкции Размах крыла 9,2 метра Длина 8,5 метра Максимальная скорость Км в час У Земли 570-620 На высоте 650-745 Практическая дальность 1060 км Максимальная скороподъемность 1430 метров в минуту Практический потолок 11800 метров Экипаж 1 человек Внедрение Нового Истребителя В серийное Производство Не представляло Трудностей Поскольку Его прототипом Был Як-1 Серийно Выпускавшийся И успешно Воевавший Два года Прошедший Не одну Модернизацию В октябре 1943 года Яковлев Направил Сталину Соответствующее Донесение Верховный Оставил его Без ответа Так как Готовился К Тегеранской Конференции И решение Других вопросов Было Отодвинуто Однако После возвращения С переговоров С Рузвельтом И Черчиллем Сталин Вызвал Яковлева В Ставку Где Александр Сергеевич Выступил с отчетом О проделанной работе Перед представителями Высшего партийного И военного Руководства Сталин Остался доволен Докладом И пообещал Всяческое содействие Таким образом Судьба Нового Истребителя Як-3 Была решена А вскоре Александр Сергеевич Яковлев Узнал О присвоении Ему звания Генерал-лейтенанта Новая машина Была предназначена Для завоевания Господства в воздухе Прикрытия И огневой поддержки Сухопутных войск Сопровождением Бомбардировочной И штурмовой Авиации Также Як-3 Использовался Как истребитель ПВО Легко-истребитель Очень понравился Нашим воздушным Асам Которые занимались Так называемой Свободной охотой За немецкими Самолетами По их отзывам На высотах До 5000 метров Нашему истребителю Не было равных Ни в скорости Ни в возможности Маневра А одного Прицельного Залпа пушки И двух Крупнокалиберных Пулеметов Было достаточно Чтобы разнести В щепки Тяжелые Мессершмидты И Фоке-Вульфы Третий Як Был прост И легок В управлении Пилоту Не надо было Прилагать Больших физических Усилий Для маневрирования Машиной Летчики Очень быстро Оценили Скоростные И пилотажные Достоинства Нового истребителя Первые же бои Як-3 С немецкими Истребителями Показали явные Преимущества Новой советской Машины Даже в боях С самым легким Немецким Истребителем БФ-109Г Наш Як-3 Заходил ему В хвост Уже с первого Разворота В вертикальной Плоскости Или с трех-четырех Виражей По горизонтали А у тяжелых Фоке-Вульфов Вообще Практически Не было шанса Выйти целыми Из воздушного Боя С третьим Яком Вот лишь Один пример Из хроники Военных лет Лейтенант Александр Ершов На фронте Всего месяц Летает на Як-3 За этот месяц Он провел Шесть воздушных Боев И сбил Десять Самолетов Противника Однажды На восемь Наших Истребителей Налетело Тридцать Фоке-Вульфов Боевых машин Того времени К концу 44-го года Соотношение Побед Одержанных Советскими Летчиками На истребителях Як-3 Над немецкими Пилотами Составляло Семь к одному Надо сказать Что во многом Во многом Успех Як-3 Был обустовлен Специфическими Особенностями Его применения Як-3 Был оптимизирован По всем Своим Характеристикам Оружия Летные данные На борьбу В первую очередь С истребителями Именно так Его и старались Применять Тут он был Просто Вне конкуренции Конечно Он не заменял С собой Другие самолеты С большей дальностью Полета С более тяжелым Вооружением Которые могли Более эффективно Бороться С бомбардировщиками В частности Врага Но он Прекрасно Дополнял Их Воплощая В себе Легкой Маневрами Скоростной Белой машины Як-3 Быстро Завоевал Любовь И уважение У наших Союзников Французских Пилотов Полка Нормандия Неман Французские Летчики Воевали На яках Командир Полка Нормандия Неман Подполковник Луи Дельфино Впоследствии Писал Истребители Як-3 Обеспечили Наше Существенное Превосходство Над противником При пикировании Они набирали Скорость Быстрее Чем Истребители Противника Бои на Вержак Спокойно Велись На основных Боевых Высотах Имея В этом Отношение Бесспорное Превосходство Над немецкими Самолетами Особенно Над Фоке Вульф 190 Только За Десятидневный Период В октябре 44-го Года Эскадрилья Свободной Франции Нормандия Воевавшая На русском Фронте По официальным Данным Сбила 119 Немецких Самолетов Потери Французов При этом Составили Два Раненых Пилота На вооружении Эскадрильи Нормандия Находились Як-3 А основную Часть Битых Ими Машин Составляли Фоке Вульф 190 И Мессершмит 109 Г Французские Летчики Воевавшие На советско-германском Фронте С 22 Марта 43-го Года По 9 Мая 45-го Года Совершили Более 5000 Боевых Вылетов Провели 869 Воздушных Боев В которых Сбили 268 И повредили 80 Фашистских Самолетов По окончании Войны Советское Правительство Передало Франции В качестве Дара 41 Истребитель Як-3 КОНЕЦ КОНЕЦ